Добрый день, уважаемые! Очередное видео для вас. Как всегда, подыскаю интересные варианты для облегчения пчеловодной работы. Всем хорошего настроения! Подобрал в 60-м номере 1960-го года, 6-й номер пчеловодства, старинный журнал. Пчеловоды описывают приспособление, облегчающее поимку раёв. Ну, естественно, раи всегда создают проблемы, человек тратит много времени. И вот я прочитаю вам интересную тут статейку и покажу. Она небольшая. Снятие раёв в ряде случаев создаёт трудность, особенно когда вблизи от пасеки имеются высокие деревья. Для поимки раёв я применял приспособление, сделав его из разделительной решётки в виде веранды. Утром в день роения пчёл веранду с открытой задвижкой я приставляю к литку улья. Верхний литок при этом закрываю. Вылеты возвращения пчёл становятся возможным только через веранду. С началом выхода роя я подхожу к улью и наблюдаю за выходом матки. После того, как матка появится в веранде, задвижку закрываю. Пойманную матку переношу в раевню, заранее подвешенную на кол или сук дерева вблизи уля, куда пчёлы роя быстро собираются. Вот приблизительно покажу вам, как это устроено, как говорится. Ну и как её можно исправить и что ещё тут можно сказать. Сейчас покажу. Итак, друзья, это вот квадратик с разделительной решётки. Сверху это задвижка, которая, вот она, видите, вот эта задвижечка, вот она выдвигается и задвигается. Это сверху вход показан. Вот она, вот поставлена, как бы, клетку выдвинутая задвижечка, вот она, видите, вот эта задвижечка выдвинутая. И матка выходит сюда, в это вот, а когда она зашла сюда, он задвигает эту задвижечку, вот задвигает её сюда, вот раз, задвинутая. Разделительной решётки такой квадратик сделаны. Итак, друзья, я думаю, что это немножко устаревшая информация, ну, в смысле, система устаревшая. То можно сюда приспособить трубочку, которая служит для выхода райов на пыльце-сборниках, вот. И чтобы матка выходила не через главный литок, а через, и пчёлы проходили через эту трубочку, и они все пройдут, матка уже назад не вернётся. Это так вот приблизительно, если она эту трубочку вставит сюда, сделать побольше этот, побольше сделать эту вот штучку, вставить сюда трубочку. И чтобы матка выходила, допустим, отсюда, вот, и она по центру вышла, потом она назад не может возвратиться, потому что здесь закрыто всё, и через ячейки вылезти не может. То есть всегда можно приспособить такой принцип действия, сделать, ну, хорошую ловушечку маленькую для матки, и всё. А пчёлы проходят свободно через разделительную решётку. И когда вы уже эту матку поймали, обычно, хочу добавить ещё, я всегда добавляю, что матка выходит последней. Пчёлы сначала вылетают, вылетает их множество, кружится, кружится, а потом матка выходит. Вот. Если они не нашли матку, пчёлы рассаживаются по, так, хатично, на каждый листочек, как вот, знаете, дождик покрапил их везде. То есть они не могут собраться в клуб, потому что они не находят матки. Я проводил эти опыты, хочу добавить ещё к этому, тут неполная информация, что старая матка практически не проходит через разделительную решётку. А если это раифторак, или третяк, или ещё какой там по счёту четвёртый, вот, то, или молодые матки, они могут проходить свободно через разделительную решётку. Им надо уменьшенное отверстие сделать не такое, как у разделительной решётки, а чуть-чуть меньше, как делают на изоляторы. Вот. Итак, друзья, вот такая вот маленькая информация, если вы заинтересованы в этом, то можете взять на заметку и приспособление сделать, и всё. Даже если бывают случаи отодвинуть это, так сказать, приспособление от летка, вы когда-то уехали, допустим, с этой участка, где-то у вас на даче стоит, вы на леток приставляете это приспособление, вместе, как говорится, пчёлы свободно выходят, они выходят через разделительную решётку, летают, заходят. Вот. И здесь можно поставить разделительную решётку, где у вас выход, как говорится. Но матка через эту разделительную решётку не пройдёт, она обязательно пройдёт через вот эту трубочку, по трубочке, она попадёт туда, как говорится, в вашу клеточку. И пчёлы, когда пойдёт на роение, они обязательно облепят эту клеточку и будут висеть роем возле вашего улика. И когда вы прилетите, то они там всегда будут на месте. Так что, друзья мои, вот таким образом можно практически предупредить выход раёв и ловить их своевременно, и вы будете счастливы, потому что не потеряли и не имели убытка. Так ещё, друзья, интересная статейка, весьма интересная, потому что все знают, что пчёлы, когда зимуют на улице или в помещении, длительное время для них создаётся каловая перегрузка, то есть на кишечник. Они не могут облетаться. Эта статейка небольшая, маленькая, облёт пчёл на снегу. В литературе по пчеловодству рекомендуется производить сверхранний облёт пчёл в солнечный безветренный день при температуре воздуха 12 градусов тепла в тени. Обычно я придерживался этого указания, но прошлой зимой вынужден был отступить от него. Одна семья кавказских пчёл вдруг начала сильно беспокоиться, несмотря на то, что зимовала в холодном помещении. Во второй половине марта день был тихий и солнечный, и к 11 часам температура воздуха на солнце поднялась до 12 градусов. Снег в это время только начинал таять и лежал ещё большим слоем. С южной стороны дома в снег я поставил табурет, поместил на него уль с неблагополучно изымовавшей семьёй, чтобы пчёлы не коченели на снегу. В случае их падения во время облёта снег поблизости к улю я застелил ветошью, но хлопоты мои оказались напрасными. Пчёлы отлетали от уля значительно дальше, садились прямо на снег, очищали кишечник и быстро взлетая возвращались улей. Как ни удивительно, но после облёта на снегу не осталось ни одной мёртвой пчелы. С таким же результатом провёл облёт пчёл и мой товарищ. Оказывается, что пчёлы с успехом могут облететься и на площадке, покрытой снегом. Лишь бы день был солнечным и температура воздуха на солнце не ниже 10 градусов тепла. Что хочу подтвердить, я имел такой вариант, когда приехал в одну местность, она была более севернее, это в Соединённых Штатах, в Петсимване, а я живу на юге, то пчеловод, друг мой, показал меня улики и открыл крышку. Открыл крышку, там пчёлы сидели, скублились, и он так неаккуратно открыл, и пчёлы попадали на низ. Я глянул, там снег, лёд, утром был заморозок, мороз. Их как-то собрать нельзя, ну часть пчёл упала, я уже так, знаете, махнул рукой, говорю, ну какой же ты неаккуратный, ну куда ты спешись, ну поторопился человек. Ну такое бывает у нас пчеловодов, когда не обдумавший или что-то, как говорится, не выспался. Бывают у всех ошибки, я зато говорю, ну что ты натворил, пропали теперь пчёлы. Хотя после обеда пригорело солнышко, мы вышли, они все взлетели, хотя на льду сидели с утра, как говорится, холодно было. Вот, часа через три, смотрю, взлетели, все-все попрятались, ни одной пчёлки не осталось. То есть пчёлы при прогревании солнышком, как говорится, свободно взлетают из-за льда, из снега холодного, обледеневшего. Так что это тоже можно взять на вооружение и не переживать о том, что если пчёлки там нуждаются в вашей облёте, то выставьте их. Ещё одна интересная статейка, небольшая тоже, ну весьма интересная. Это я наблюдал в своей практике. Клён и осенний листный, ценный весельный пыльценос. В своё время я жил в Ростовской области, в город Новочеркасск, ходил в техникум, иду по дороге и смотрю, клён растёт. У нас лесопосадочка там была возле железной дороги, и растёт клён. И я слышу гудение пчёл. Присмотрелся клён, а пчёлы с него берут нектар. Так вот, это было как раз весной. Я в то время ещё не держал пчёл, но я знал, когда проходил по этой улице, я знал, кто там держит пчёл. Я видел, там женщина одна держала пчёл. И с её пасеки так хорошо они, ну так гудели, так гудели. Ну просто приятно было, хорошо собирают. Это не только, как говорится, пыльцу, но и мёд. Давайте посмотрим, что здесь описывается. Клён ясенелистный, ценный весенний пыльценос. Клён ясенелистный, древесное декоративное растение, высотой 20-25 метров. Происходит он из западных районов США. Раньше назывался канадским или американским. Выращивается для зеленения парков, улиц вдоль железнодорожных линий и в лесополосах. Ну что я вам и рассказывал, вдоль железнодорожной линии росла лесополоса. Листья клёна ясенелистного не парноперистые, состоят из трёх или пяти листочков, которые появляются после цветения. Растение двудомное. На мужских растениях располагаются тычиночные цветки, собранные в свисающие щитки. На женских пестичные, собранные в кисти. Мужские и женские цветки без венчиков. Опыляется этот клён при помощи ветра. Плоды крылатки скрепляются между собой под острым углом. Вот так крылочка, вот, и оно так крутится, крутится, крутится. И это в Ростовской области я наблюдал, в городе Новочеркасске, лесополосадки там обычно имеют такие клёны. Вот. Они наиболее сходны с крылатками клёна татарского. Семена остаются на дереве до весны. Плодоношение ежегодное. Пчеловодстве ценны только растения клёна с мужскими цветками. Они дают пыльцу. Растения с женскими цветами никакого значения для пчёл не имеют. Ими не посещаются. Особенность цветения этого клёна состоит в том, что не все растения зацветают одновременно. Кроме того, в соцветиях не все цветы распускаются сразу. Этим значительно удлиняется время цветения клёна. Пчёлы охотно посещают его. В период массового цветения в хорошую погоду под растениями слышится сплошной гул. Что я вам и сказал. Я наблюдал этот гул. Ну, как видите, нектара он не даёт, но пыльца ранней весной это очень важно. На одном соцветии на площади нескольких сантиметров можно наблюдать до 5 пчёл. Ценность этого вида клёна состоит в том, что он цветёт в период, когда пчёлы испытывают особенно большую потребность в пыльце. У нас в Запорожской области клён ясенелистный цветёт в конце апреля, в начале мая. Так что и в Запорожской области он тоже цветёт на Украине. В 59-м году он начал свести, посещаться пчёлами 20 апреля. В 58-м году 27 апреля. Поэтому мужские растения клёна, если не лис, но полезно иметь возле точка, где находятся пчёлы в первое время после выставки из зимовника. Итак, если вы где-то достанете это растение, клён, ещё есть татарский, а это канадский клён, то желательно посадить пару кустиков, это ранний весенний, так сказать, пыльценос. Удачи вам, до встречи, подписывайтесь, ставьте лайки и будете особо успешными, если будете всё применять на практике. Жду ваших вопросов и комментариев. Продолжение следует...